всем привет сегодня была клиентка которая захотела покрытие вот такого припыленного цвета какие-нибудь цветочки я нарисовал ей китайскую роспись краски у меня на палитре остались поэтому я решила снять дизайн и на типсах и так сегодня работа на клиентке и вот эта роспись на типсах тоже огород конечно я не знаю почему смеялась клиентка но у меня это был уже нервный смех потому что сейчас все пойдут с грязью под ногтями и естественно с отслойками земля не щадит никого я вот хоть и надеваю перчатки но нет нет они и рвутся а например сажать семена в перчатках вообще неудобно сажать только голыми руками вот и получается что практически все сейчас будут идти ко мне вот с такими руками города у нас маленький единственное развлечение сходить на дачу посадить цветочки если уж у меня и раньше просто гель-лак клиента не носили то и тем более сейчас я всем тяжелую артиллерию делаю укрепляю акриловой пудрой и плюс еще сверху жидкий полигель я вот сейчас на фоновую музыку поставила мелодию которую раньше на ю тубе можно было вставлять на нее не было авторских прав и она мне так нравилась такая красивая но со временем кто-то заявил на нее права и теперь чтобы youtube не заблокировал вот это видео мне приходится музыку резать на кусочки менее 10 секунд иначе он распознает в общем я сейчас заполняю паузу для того чтобы я смогла дальше музыку вот эту порезать вы напишите помните ее или нет ведь она звучала часто у татьяны бугрей а еще напишите носит ли у вас клиенты просто гель-лак то есть когда наносишь базу и дальше без гель и без какого-то укрепления просто гель-лак и топ вот много ли таких клиентов потому что у себя я таких не наблюдаю а на эту клиентку я наношу гель-лак от фиора 20 номер практически однослойник вот в один слой как нанесла так и оставлю для китайской росписи я взяла гель краски для стемпинга от born pretty и кисточка тоже от born pretty ссылка будет в описании давно что-то ее не делала вот решила побаловаться вообще считаю что в чистом виде китайской роспись не совсем современно нужно добавлять некоторые элементы надписи или рамочки но здесь ноготочки были короткие поэтому я так пошла по классическому пути просто китайская роспись вот такой результат но сразу скажу здесь я допустила ошибку в общем загнала роспись глубоко в уголки ее надо было сюда поближе к центру все-таки вытащить потому что не очень ее видно некоторые и вензеля также рисуют прям как-то совсем сбоку и сильно в уголках что не видно ну а дальше я пожалуй поменяю музыку потому что я замучилась нарезать кусочками по девять секунд все-таки youtube сумел отследить эту музыку и мне сейчас придется перемонтировать это видео и сократить вот этот кусочек и да я знаю заранее сейчас мне будут советовать всякие группы вконтакте в которой музыка без авторских прав нет к сожалению там музыка она и сделана для того чтобы годик через два потом заявить авторские права и потом получать с этого доход для этого собственно говоря люди и стараются единственная музыка на которую никогда не заявят авторские права находится фанатике ютуба но она там не очень поэтому многие блогеры пользуются эпидемик сондами но все это риски через какое-то время прилетит заявка на право и все и монетизацию отключаю и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Дальше платиновый гель от Rosaline. Вот почему-то нравится мне в дополнение к цветам серебристые листики рисовать. Не знаю, вот нравится мне. И кажется, что это добавляет элемент современности как раз. Продолжение следует... Дальше мне захотелось выделить некоторые листочки, сделать как бы объемными. Я гель-краску ногтика по краю листика прокладываю и дальше растягиваю ее к середине цветка. И так не со всеми лепесточками делаю, а с некоторыми. А еще мне нравится у Коряшкиной что ли техника. Вот как раз она делает какую-то объемную китайскую роспись. Там то ли белый гель она использует, то ли полигель белый, не знаю. Но мне нравится. Объем, который получается, может быть я когда-то эту технику и освою. И опять же это делает китайскую роспись более современной. Сложила две типсы вместе и поняла, что они как-то не сочетаются между собой. Поэтому добавила белую веточку, которая как бы переходит из одной типсы в другую. И сделала пять типсов, как бы пять пальчиков, как пример для полноценного маникюра, как вариант. Итак, жду ваши ответы. Я с вами буду на этом прощаться. Желаю творческого вдохновения и хорошего настроения. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok